Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картины из золотой коллекции авангардов домашней библиотеки. Самарский художественный музей сдал каталог с репродукциями более сотни картин из собственного собрания. Обсудили проблемы ЖКХ, с которыми нельзя мириться. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел большую встречу по ВКС с председателями Советов многоквартирных домов, товариществ, собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. На прямой связи находились более 10 тысяч человек, активных жителей региона, которые на общественных началах добиваются качественных жилищно-коммунальных услуг, отстаивают интересы своих соседей. Подробности в нашем сюжете. Проблем в сфере ЖКХ всегда много, но это не значит, что с ними стоит мириться. С таких слов начал встречу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что за два года, благодаря обновлению подходов в деятельности Государственной жилищной инспекции и активности людей, удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а занимались мошенничеством. Я в постоянном режиме бываю в различных муниципалитетных городах, сельских районах нашей замечательной Самарской области. И в каждой территории глава местного субправления меня убеждает в том, что знает абсолютно все проблемы жилищно-коммунального хозяйства, каждого дома, каждого председателя Совета многоквартирного дома, находится на прямой связи и решает эти вопросы по мере возникновения. Но хочу вам сказать, что прямое общение со старшими по домам, анализ тех обращений, которые поступают в мой адрес, в адрес губернатора, показывает, к сожалению, что реальная картина далека от той, которую мне пытаются представить. Губернатор заявил, что эту ситуацию надо менять и призвал активных жителей региона к прямому контакту, поскольку именно старшие по домам, руководители ТОС, знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители. К Дмитрию Азарову обратилась председатель многоквартирного дома по адресу физкультурная 129 Антонина Коваль. Она рассказала, что устав от недобросовестной работы управляющей компании, жильцы создали собственную УК. Сегодня мы достаточно успешно справляемся с задачами в части содержания обслуживания нашего дома. Мы за год обслуживания привели в порядок коммуникации и конструкции, отвечающие за безопасное проживание, и снизили аварийные ситуации на 80%. Конечно, наиболее качественно услуги предоставляются там, где сами жильцы берут свои руки в управление жилищным фондом. Я вас хочу поблагодарить и всех, кто принимал участие в создании такой управляющей компании, тех людей, которые решили взять на себя ответственность. Это же всегда непросто. Председатель МКД отметила, что у жильцов есть вопрос, решить который самостоятельно они не могут. Рядом с домом проходит магистральная труба холодного водоснабжения, которая требует ремонта. Из-за порыва в дом подтапливается. Около двух лет труба не течет, но маяки, установленные на доме, показывают динамику трещин. Жители опасаются новых порывов и просят заменить аварийный участок трубы. Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елены Лапушкиной совместно с собственником коммуникаций в кратчайшие сроки включить работы по замене участка трубопровода в планы на этот год. Уверен, что возможность есть такая. Коллеги, давайте исходить из того, что там, где люди берут на себя ответственность, им помогать в первую очередь. Среди обращений, прозвучавших на встрече, была и просьба отремонтировать улицу Академика Кузнецова в Красноглинском районе Самары. По словам местных жителей, дорожное покрытие в плохом состоянии, образовались ямы. Дмитрий Азаров заявил, что в год юбилея великого конструктора нужно привести улицу, носящую его имя, в порядок. На этой неделе по муниципалитетам были распределены дополнительные средства на ремонт дорог. Часть денег можно направить на ремонт улицы Кузнецова. Встреча с председателями советов многоквартирных домов ТСЖ, ТСН и ЖСК продлилась около трех часов. По каждому прозвучавшему вопросу даны поручения главам муниципалитетов. Остальные проблемные темы и поступившие предложения также будут отработаны. По инициативе главы региона такие прямые диалоги станут регулярными. Виктория Шарея, События. В больницах Самары продолжают бороться за жизнь пациентов, пострадавших в ДТП под Сызранью. Трагедия произошла 29 января на трассе Урала около села Заборовка. В ДТП погибли 12 человек. 10 пассажиров были госпитализированы в областные больницы. Сегодня пострадавшие в аварии рассказали о том, как самарские врачи спасали им жизни. Подробности в нашем сюжете. В больницу имени Пирогова одну из самых тяжелых пострадавших ДТП Елизавету Маковощик доставили силами санавиации. После сложной операции пациентка еще неделю пролежала в коме. Маленький сын Лиза, которому год и 8 месяцев, был госпитализирован в больницу имени Середавина. Сейчас жизни мамы и ребенка уже ничего не угрожает. Сестры Алены и Вика Вагапова в тот роковой день 29 января ехали в Ульяновскую область на юбилей к родителям. Моменты аварии ни одна из них не помнит. За жизнь девочек врачи реанимационного отделения больницы боролись в круглосуточном режиме несколько недель. Тяжелее всего пришлось 18-летней Виктории. В больницу ее доставили в состоянии комы. Персонал реанимации радовались каждым ее сознанием, каким-то там движением. То есть мы на самом деле все так истинно переживали. Я практически в режиме онлайн, все выходные находилась на работе, чтобы девочек не оставить в зимане, чтобы быть у пола как бы не ехать. Страшная авария произошла 29 января в Сызранском районе на трассе Урал. Столкнулись грузовой автомобиль «ДАВ», «Шевроле-Нива» и пассажирский автобус «Ситроен». Погибли 12 человек. Десять пострадавших были отправлены в больницы региона. В первые минуты после ДТП губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил задействовать санавиацию для скорейшей эвакуации пострадавших. В настоящее время два пациента уже выписаны, остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Ольга Павлова, События. Пост исполняющего обязанности главы Тольятти займет Игорь Ладыко. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики. Он будет исполнять обязанности главы Автограда до избрания нового мэра городской думой. Ранее Ладыко замещал пост первого заместителя главы городского округа. Накануне мы уже сообщали, что мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку. Решение было принято по результатам встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 292 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 45 986. Такие данные в пятницу 19 февраля публиковали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 290 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 42 244 пациента. Санобработка многоквартирных домов Самары в период распространения коронавирусной инфекции продолжится до снятия ограничительных мер. Следить за тем, чтобы дезинфекция проводилась ежедневно, должны представители управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Сегодня санобработку провели в том числе и в Ленинском районе Самары. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Дезинфекцию подъезда в 45-м доме по улице Маяковского начинает в 7 утра и за день повторяют трижды. А безопасность от вируса необходима каждого жителя многоэтажки, говорят специалисты. Хлоросодержащим раствором обрабатывают все контактные поверхности. Дверные ручки, поручни, перилы, почтовые ящики и кнопки вызова лифта. Замечательно проходят дезинфекции. Даже консервы, полы промывают, ручки, лифты, все убирают, все делают. Это отрадно, приятно. И все жилцы отмечают это, между прочим. Спирт, содержащие растворы, также хлоросодержащие растворы, не опасны для здоровья и жизни людей, а также животных. Следить за исполнением требований регионального Роспотребнадзора должны представители управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Только в Ленинском районе Самары 145 подобных организаций. Ежедневно специалисты обрабатывают более 2000 подъездов и 737 лифтов. Я нахожусь на постоянной связи. У нас есть телефон оперативного дежурного в администрации. Если какие-то нарушения фиксируются жителями, то есть мой телефон есть, есть телефон администрации. За исполнением рекомендаций регионального Роспотребнадзора следят и в администрации внутригородских районов. За 10 прошедших месяцев были проведены 3766 проверок и выявлено 21 нарушение. В администрации Самары напоминают, санобработка жилых домов города должна проводиться ежедневно, вплоть до снятия ограничительных мер. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На этой неделе очередную партию вакцины получила одна из больниц Чапаевска, где в числе первых привиться пришли работники образовательных учреждений. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Светлана Приходько, как никто другой понимает, работая в большом школьном коллективе, очень важно следить за здоровьем. Каждый день она контактирует с детьми, их родителями и коллегами. Поэтому от гриппа женщина прививается регулярно. После поступления в Чапаевск лекарство от новой коронавирусной инфекции сразу же задумалась о вакцинации. Для себя женщина четко решила. Привиться от COVID обязан каждый преподаватель. Каждый день мы находимся среди большого количества народа. Это дети, воспитанники, обучающиеся. И чтобы нам не перейти на дистанционное обучение, чтобы количество заболевших снижалось, мы должны сделать прививку. Плановая вакцинация в Чапаевске ведется со 2 января. Бесплатно и добровольно от коронавируса в городе прививают в четырех прививочных пунктах. Медицинские и социальные работники, педагоги, люди с хроническими заболеваниями, а также старшее поколение в приоритете. Также прививают и жителей, которые каждый день контактируют с большим количеством людей. У них вероятность заражения выше, чем у остальных. В наш город идет периодическая поставка вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК, к которой мы готовимся. Мы заполняем листы ожидания, готовим население к определенному дням. И после того, как приходит вакцина в наш город, мы обзваниваем все население и начинаем активно работать, активно вакцинировать. В регионе организована дистанционная запись на вакцинацию. Заявки на прививку от COVID-19 можно оставить по телефону горячей линии 122, а также на портале госуслуг, где появился специальный раздел «Лист ожидания». Жители области могут записаться на вакцинацию даже при отсутствии электронного расписания. И как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на прививку. Михаил Ермоленко, События. Эфир продолжит новости экономики и Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем будете рассказывать сегодня? Аналитики выяснили, на что больше всего тратится самарцев в преддверии Дня защитника Отечества. Но об этом через пару минут, а пока узнаем, что намерен делать Банк России в этом году с ключевой ставкой. Банк России не исключает, что в этом году повысит ключевую ставку, если экономика успеет полностью восстановиться. Регулятор не видит возможности для дальнейшего смягчения политики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. В прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса Банк России впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику и снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако из-за ослабления рубля и оживления спроса после снятия некоторых ограничений, инфляция начала разгоняться и в сентябре регулятор поставил цикл смягчения на паузу. Неделю назад Центробанк четвертый раз подряд сохранил ставку, но в ближайшее время планирует вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. Сейчас нейтральный уровень ставки составляет 5-6%. Центробанк разослал российским банкам письма, где попросил ускориться с подключением разных видов переводов к системе быстрых платежей. Речь идет о платежах по QR-кодам, переводам от юридических лиц физическим и переводам между физлицами по запросу получателя. В Центробанке напомнили, что банки с универсальной лицензией должны сделать это до 1 апреля. В Самарской области изучили траты жителей в преддверии Дня защитника Отечества. Аналитики выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями месяца. Самый большой прирост наблюдается в сувенирных магазинах – почти 60%. На втором месте лотерейные магазины с приростом 43%. Замыкает первую тройку по росту транзакций магазины одежды – 33%. Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры. Количество покупок билетов здесь на 25% больше, чем в среднем в феврале. И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 23% выше по сравнению со средними показателями февраля. Часть жителей региона ограничиваются праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 21% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 10%. Официальный курс доллара на 20 февраля – 73,97 рубля, доллар прибавил 20 копеек. Евро – 89,54 рубля, европейская валюта повысилась на 67 копеек. Нефть марки Brent – 63,24 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Несладкая жизнь. По статистике, россияне стали реже покупать сахар. На фоне активной агитации диетологов в стране растет число сторонников правильного питания. Действительно ли вредно есть сахар и чем его можно заменить, расскажет Гульфия Сафина. Наталья Мажарова – убежденная сторонница ЗОЖ. Будучи инструктором, занимается йогой каждый день. Придерживается определенных правил питания – не ест мясо, раз в неделю практикует голодание. А еще периодически устраивает сахарные детоксы. Уверена, сладости необходимо полностью убрать из рациона. Я заметила, что становится меньше энергии, если я ем сахар, несмотря на то, что быстро он ее может восполнить. В моей перспективе вообще отказаться совсем от сладкого, даже от сухофруктов. Соль – это белый яд. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захаровна, Маша с хлебушком, а? Хлебушек? Да вообще трава. Тренд на правильное питание зародился еще в 80-е, на заре эры массового увлечения фитнесом. Но тогда злейшим врагом считался жир. А сегодня, благодаря футблогерам, в моду вошла так называемая кето-диета. Жиры вдруг стали друзьями, а вот углеводы, в том числе и сахар, провозглашены не больше не меньше главными злодеями. Почему у нас такая проблема у большинства со сладким? Почему мы зависимы? Потому что мы все в большинстве неправильно питаемся. И, как правило, очень у многих людей вот эта зависимость со сладкого – это недостаток полезных жиров. Кето-питание – это именно последние полезные жиры. Многие последователи правильного питания конфеты делают сами, в домашних условиях. Такой хендмэд все чаще предлагают и в самарских кафе. Безглютеновые эклеры наполняем сгущенкой. Сгущенка делается тоже заменителем сахара, эритритом и пюре яблочному вареным. Полезные некалорийные сладости, в составе которых ни грамма сахара и лактозы. Сладкий привкус придают заменители сахара – мед, эритрит, кленовый сироп, финики. Такие конфеты не приводят к гипертонии, диабету и раннему старению, уверены сторонники эко-питания. Впрочем, медики и на заменители сахара смотрят с недоверием. Объясняют, разница между ними ничтожно. Данный продукт содержится в меде, содержится глюкоза, либо фруктоза. То есть это простые сахара, которые быстро сварятся, дают быстрое повышение глюкозы в крови. Поэтому они не являются заменителями сахара, они являются аналогами. Совсем отказываться от сладкого нельзя. Глюкоза, то есть продукт распада сложных сахаров, нашему организму необходимо, подчеркивают врачи. Это один из главных источников энергии. Поэтому, когда мы тратим много сил на умственную или физическую работу, так хочется чего-нибудь сладенького. Но вестись на поводу у хитрого ума не стоит, остерегают эксперты. Полезная глюкоза также содержится во всех ягодах, фруктах, бобовых и злаках. А нормы сладкого по последним рекомендациям от 2020 года – это две-три дольки горького шоколада, одна конфета или пара мармеладок, зефира и пастилы. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. Картины из золотой коллекции авангарда Самарского областного художественного музея в домашней библиотеке. В Самаре вышел каталог «Непрерванный полет», который объединил репродукцией более сотни картины с собрания художественного музея. Информацию о полотнах для издания собирали почти 10 лет. Подробнее расскажет Мария Левина. Татьяна Петрова работает в областном художественном музее уже больше полувека. Рассказывает, золотая коллекция русского авангарда, которая бережно хранится в его стенах, рисковала обеднеть дважды. Впервые во время гражданской войны. Позже, уже при советской власти, когда был издан приказ избавиться от всех художественных произведений в духе авангарда и не только. Но уничтожить шедевры рукохранителей не поднялась. Работники музея спрятали картины дома. Так удалось сохранить большую часть золотой коллекции, а также познакомить с ней весь мир. В 90-е годы они их отреставрировали, и они стали, ну, вот такой очень большой ценностью. Нас стали просить эти вещи давать на выставки, на выставки за рубеж. Таким образом мы показали их и на всех континентах. Вот насчет Африки только я не уверена. А вот, значит, Европа, Азия, Австралия, Америка, везде были наши вещи авангардные. В собрании художественного музея более ста картин авангардистов. В течение десяти лет информацию о каждой из них собирали по крупицам. Потом еще год потребовался на то, чтобы все проанализировать и издать каталог. Около двухсот страниц, которые погружают в мир передового искусства, как назвали авангард в начале прошлого века. Переблет издания украшает работа Ольги Розановой «Полет аэроплана». Определенный смысл вложили и в название. Мы назвали этот каталог «Непрерванный полет», поскольку могло бы случиться так, что она бы не дожила до сегодняшних дней, если бы не сотрудники нашего музея, если бы не хранители, которые в свое время совершили подвиг. Меньше года, это днем и ночью, это штудировались материалы. Опять же, здесь есть и история каждого из художников, есть весь наш авангард, именно каталог авангарда и замечательные статьи. Сейчас коллекцию авангарда в Самарском художественном музее готовят к масштабной выставке. 25 февраля откроют двери отреставрированный мраморный зал, стены которого украсит работы Малевича, Попова, Степанова и других знаменитых художников-авангардистов. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. Профессиональный праздник сегодня отмечают орнитологи России. 19 февраля 1983 года было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. В этот день традиционно проходят экологические образовательные конкурсы, семинары и масштабные акции. Легко ли быть орнитологом и чем привлекает эта профессия, узнала Лариса Шлафаст. Пеликану Аркадию сегодня на обед подают морскую рыбу. Угощение птица поедает с большим аппетитом. Аркаша попал в Самарский зоопарк в прошлом году. Для нашей местности пеликан – настоящая диковина. Его нашли в Хворостянском районе. Скорее всего, отбился от стаи. По человеческим меркам Аркаша еще ребенок. Сейчас в большом вольере чувствует себя как дома. Следит за Аркадием заботливый папа – орнитолог Александр Маряшин. Среди его подопечных – представители 44 видов птиц. Причем не только юнцы, но и старожилы. Например, крайне уважаемая серая цапля. Это старожил нашего зоопарка. Она здесь дольше меня работает. Абсолютно ничего не боится. Также может брать пищу с руки. Изучать жизнь птиц больше, чем профессия. Это призвание, говорит Александр. Работа с пернатами требует терпения и творческого подхода. Они не дадут соскучиться и всегда поднимут настроение. Но в целом птицы гораздо, конечно, интереснее, чем те же рептилии, хотя имеют массу сходных вещей. В основном же все млекопитающие и прочие ходят, плавают, а эти, можно сказать, амфибии. В преддверии Дня орнитолога Самарский зоопарк провел конкурс рисунков для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Самыми активными участниками оказались ребята младшего возраста. Всего на конкурс поступило 775 работ. Самые распространенные виды, которые были изображены, это синички и снегири. Потом уже шли разнообразные виды дятлов, сов, уток. Мы хотели, чтобы ребята что-нибудь почитали, посмотрели, что-то новое для себя открыли. Ну, я надеюсь, это удалось сделать, потому что и в рисунках было много птиц, о которых, наверное, не все знают. Например, золотистая ржанка или теркуша, теркушка или дрофа степная. Победители конкурса рисунков получат грамоты и билеты на экскурсию в Самарский зоопарк. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. По данным ВЦИОМ, в двух из трех российских семьях живет какое-либо домашнее животное. Но зачастую они оказываются бездомными по вине владельцев. Почему они попадают в приют и как их снова приручить в следующем сюжете. Полупородистый охотничий пёс Булат любого гостя приюта для бездомных животных готов принять за хозяина. Он мечтает иметь свой дом и служить человеку. Но пока живет в компании таких же обездольных собак и кошек. В приюте больше сотни питомцев и одна нянька для всех – волонтер Татьяна Савицкая. В свободное от работы время она приезжает в приют на окраине Самары. Накормит, напоит, уберет вольеры и погуляет с каждым животным. Для нее они все как родные дети. Я с детства везде подбирала собак на улице. И тогда с этим было совсем все по-другому. И сколько себя помню, всегда всех подбирала. Теперь у меня есть больше возможности реализовать свои душевные потребности по спасению и помоганию животных. У меня дома живет кошка из приюта, взятая на социализацию. Так она у меня и осталась. Два с половиной года назад дачный участок превратился в приют для бездомных животных. Вольеры для собак и домики для кошек построены по российским стандартам. За образец взяты лучшие питомники страны. С улицы животные попадают сначала в карантин, потом в общежитие. Для больных работает лазарет. В общем, все как у людей. Существуем мы благодаря помощи неравнодушных людей, исключительно благодаря ей. Кто-то помогает транспортом, кто-то помогает в оплате приема в ветклинике. В Самаре до конца года отловят и стерилизуют почти 2300 бездомных собак. На это потратят 27 миллионов рублей. Животные с плохим характером останутся в приюте, а добродушных отпустят на свободу. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!